Это новости Украины в студии Дарья Вершиленко. Здравствуйте. Украинский военнослужащий погиб на линии соприкосновения. Еще один ранен. 13 раз нарушили режим прекращения огня представителей незаконных вооруженных формирований накануне. Дважды использовали запрещенное минскими договоренностями оружие. Неспокойно было возле Новотошковского, Каменки, Попасной, Золотого-4, Катериновки. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем отчете сообщает о 15 нарушениях режима прекращения огня в Донецкой области и о 28 в Луганской 29 сентября. Прогремело три взрыва. В отдельных районах Луганской и Донецкой областей восстанавливают комендантский час. Он будет действовать с 11 вечера до 4 утра. Об этом сообщают оккупационные власти. Административная ответственность грозит всем задержавшимся на улице более чем на час после установленного времени. А для тех, кто будет в состоянии алкогольного опьянения, она наступит уже через 30 минут. Напомню, комендантский час был отменен в августе. Луганская и Донецкая область к отопительному сезону готовы. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказали руководители обеих облгосадминистраций. Тарифы для местного населения пообещали не поднимать. А чтобы не зависеть от ситуации на внешнем рынке, в больших городах Луганской области планируют в течение 3-4 лет провести децентрализацию отопления. Мы разделили город, например, сейчас Лисичанск, мы разделили его на сектора и потихоньку, каждый год планируем по несколько десятков домов переводить на индивидуальное отопление. Люди, которые малообеспечены, они будут обеспечены отоплением таким за счет бюджета городского, остальные могут это провести самостоятельно. И таким образом, в принципе, через несколько лет мы не будем уже зависеть от цен на газ каких-то, от северных потоков и от всех остальных катаклизмов. Область готова практически на 100% к отопительному сезону, если в цифрах 99,9 из 11 тысяч, 1240 всех котельных пунктов готово, 245 готово, 11 тысяч 240. Почему эти данные? Потому что ежедневно буквально мне идет отчет до начала, до старта отопительного сезона. Полную версию интервью руководителей Донецкой и Луганской облгосадминистрации смотрите в программе «Официальный разговор». Судебная реформа – это приоритет президента Украины Владимира Зеленского и его команды. Об этом заявил руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак во время рабочей встречи с послами стран Большой Семерки. Он также отметил, что Владимир Зеленский заинтересован в том, чтобы судебная реформа проходила такими же темпами, как и другие преобразования в стране. Стороны обсудили имплементацию президентской судебной реформы. Андрей Ермак от имени президента Украины отметил недопустимость ее блокировки или замедление и необходимость судебной власти как можно быстрее предоставить своих представителей в Этический Совет Высшего Совета Правосудия. Напомню, это же вчера сказал президент Венецианской комиссии Джанни Букикио. Он поддержал судебную реформу, инициированную Владимиром Зеленским, и обратился в органы судебного управления Украины с аналогичным пожеланием. Более 12 тысяч новых случаев COVID-19 зафиксировали в Украине за прошедшие сутки. Заболели более тысячи детей и почти 250 медработников. Больше всего заражений в Харьковской области – 1225. Также в списке лидеров – Запорожская, Одесская, Днепропетровская и Львовская области. 745 человек инфицировались коронавирусом в Донецкой области, 485 – в Луганской. В Министерстве здравоохранения подчеркивают – вакцинация – наиболее действенная защита от COVID-19. В ведомстве также призывают носить маски и придерживаться социальной дистанции. Украинцев за отказ от вакцинации будут отстранять от работы. Это касается тех, кто подлежит обязательной иммунизации, сообщил министр здравоохранения Виктор Лешко. По его словам, соответствующий приказ Минздрава уже есть. Он направлен на согласование в центральные органы исполнительной власти. Также Лешко предостерег, что не следует путать обязательную вакцинацию с принудительной. По его словам, Минздрав никогда не заявлял о принудительной иммунизации населения. Обязательная вакцинация говорит о том, что определяется перечень профессий, представители которых допускаются к работе, если есть прививки. Или ты вакцинируешься полным курсом и приходишь на работу, или ты не вакцинируешься и не приходишь на работу. Поэтому в приказе четко определен перечень профессий. Это все педагоги. Также это работники центральных органов исполнительной власти, министерств, их структурных подразделений на местах, в регионах и местных государственных администраций. Полсотни людей за последние два дня задержали в Беларуси. Всех за комментарии в соцсетях. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна». Люди делились впечатлениями о перестрелке, которая произошла 28 сентября. Тогда белорусские силовики ворвались в квартиру айтеменеджера Андрея Зельцера. Причина – подозрение в том, что там живут люди, связанные с терроризмом. По официальной информации, Зельцер открыл огонь и застрелил одного из сотрудников КГБ, а потом погиб в ходе перестрелки. Государственные каналы республики показали смонтированное видео. Именно его и комментировали белорусы. Всех задержанных обвиняют в оскорблении госслужащих и разжигании ненависти. Международный олимпийский комитет и Международная федерация легкой атлетики начали расследование в отношении двух белорусских тренеров, причастных к скандалу с бегуньей Кристиной Тимановской. На Олимпиаде в Токио спортсменка раскритиковала работу тренерского штаба республики, после чего ее сняли с соревнований и пытались насильно отправить в Беларусь. Тимановская получила гуманитарную визу в Польшу и теперь живет в Варшаве. Артура Шимака и Юрия Майсевича лишили аккредитации на Олимпийских играх. Теперь будет решаться их дальнейшая судьба. В связи с инцидентом с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской на Олимпийских играх в Токио 2020 и решением Международного олимпийского комитета отменить аккредитацию двух тренеров Артура Шимака и Юрия Майсевича в качестве временной меры во время игр, МОК и World Athletics совместно договорились продолжить расследование и начать официальную процедуру насчет двух вышеупомянутых тренеров из пресс-релиза Международной федерации легкой атлетики. 96-летняя бывшая секретарь концлагеря пыталась сбежать от правосудия на такси. Ирмгант Фурхер должна была предстать перед судом на севере Германии. Ее обвиняют в причастности к 11 тысячам смертей в концлагере. Но в начале процесса судья объявил, что женщина сбежала из дома для престарелых и выписал ордер на ее арест. Через несколько часов Фурхер задержала полиция. Ее увидели на улице в Гамбурге. Это в часе езды от города Ицехо, где проходит суд. Из-за инцидента заседание перенесли на 19 октября. Желтые нашивки со звездой Давида. Этими уникальными артефактами периода Холокоста пополнилась коллекция Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Семейную реликвию к 80-летию трагедии в Бабьем Яре музею подарил внук еврея со Львова, британский юрист Филипп Сэнц. Подробнее в материале Юлии Грановской. Для меня мой дедушка был французом. Он со мной никогда не говорил вообще о том, что происходило до 1945 года. Он прожил до 1997 года. Я был с ним очень близок и очень его любил. О том, сколько гонений в Париже пережил дедушка Филиппа, еврей из Львова, Леон Бухгольц, мужчина узнал только в 2010-м. Тогда он впервые посетил Украину. Читал лекцию студентам о нарушении гуманитарного права. Летом 2010 года я сказал матери, что еду во Львов. Я спросил, есть ли у нее какие-то документы из Львова. Она пошла в свою спальню и вернулась в гостиную с двумя чемоданами полной документов бумаг. Мне было 50 лет, и я никогда не видел эти документы раньше. Среди материалов было несколько желтых звезд. И когда я нашел эти желтые звезды, когда впервые увидел их, я был шокирован. Это было жестокое доказательство маркировки моего дедушки. Историю дедушки мужчина описал в своей книге «Восточно-западная улица. Возвращение во Львов», изданной в 2016 году. Тогда сотрудники Национального музея истории Украины во Второй мировой войне и узнали об уникальных артефактах. Сегодня две желтые нашивки со звездой Давида легли в основу новой выставки «Холокост» к 80-летию трагедии в Бабьем Яре. Это единственные нашивки, которые есть в Украине. «Это уникальный экспонат, потому что мы понимаем, сохранить его было чрезвычайно трудно, потому что люди просто были убиты. И у нас не было такого экспоната. Мы искали его в Украине, за рубежом. Это желтая звезда Давида. Это символ, это вещь, которой маркировали евреев. И это был один из этапов на пути к геноциду, к расстрелу». Среди экспонатов музея есть и столетняя пианино, привезённая из Мариуполя во времена преследований нацистами, евреев. Оно буквально спасло жизнь семилетнему еврейскому мальчику. Оно принадлежало украинской семье Олениченко. Это семья, которая была праведниками народов мира. Так вот, семья Олениченко спасла семилетнего мальчика Вениамина Борисковского. И вот эта пианино стала убежищем на два года для семилетнего ребёнка. Оно было перевёрнуто. Под клавиатурой были набросаны одеяло. И ребёнок практически жил под этим пианино. Новый проект «Холокост» демонстрирует особенности и масштабы трагических последствий одного из самых жестоких преступлений XX века. По данным историков, во время Второй мировой войны нацисты уничтожили около шести миллионов евреев. Каждый четвёртый был жителем Украины. Юлия Грановская, Александр Хан, Новости Украины. Оперативное обновление новостей на сайте нашего канала. Также мы есть в Ютубе, Фейсбуке, Инстаграме, Телеграме. Спасибо, что смотрите Новости Украины. Субтитры подогнал «Симон»!